Испорт Бэтс Ком Наконец-то стартовала у нас первая игра. Это самое главное, чтобы он стартовал все-таки. Ну все, молимся Всевышнему Богу ДОСа, компьютеров, интернета, всему-всему, чтобы все было в порядке, чтобы не было никаких проблем. Никаких, чтобы не было проблем. Вот и первый пик пошел, и я его не слышу, пока. Теперь я его слышу. Все. Чтоб все было хорошо, я уже пикать не буду смотреть. Последний патч в ДОТе, конечно, поменял баланс, в принципе, как и любой другой патч, каждый патч немножечко доменяет пикаемых героев, героев, которых банят. Или про некоторые герои попросту забывают. Да, попросту забывают, а потом какая-нибудь команда об этом герое, значит, вспомнят, все думают... Да они сами Интернешнли. Самое главное Интернешнли. Вот самый очень прикол, но Интернешнли со вспоминать про таких героев, по которым все, наверное, забывают. Все люди думают, что это новая мета в пабах, потом Царица Хаус. Но, по сути, на самом деле, все новое, это хорошо забытое, старое. То есть, вот когда ввели течесы, люди начали предрекать его в ЦМах, думали, что это будет какая-то новая дота. Хотя, на самом деле, можно открыть YouTube, посмотреть и выяснить, что очень много течеса было раньше, люди пробовали с ним разные стратегии, то есть, даже тени течес, это все рабочая страта была. Ну, и начали у нас команду банить. Непривычный лично для меня бан у команды Дайер. Это Леон Ферзванов. Отстань. Нервный герой, который испугался банить, ой, с ним пикать. Не, но Ферзпик, на самом деле, это сильная, сильная вещь. Ферзпик Тайтхантер. Тайтхантер, я считаю, очень сильный герой, который практически не контрится, то есть, мало чем его можно законтрить. Очень мало героев и прежде. Ну, поэтому, если посмотреть, первым баном и улетел тот герой, который мог бы его просто законтролить. Это Doom. Не, на самом деле, есть еще парочку героев, например, Акс или Легион Коммандер, потому что их ульту и Берсертер Сколл Акс, он не диспелит своим вторым костом. Ну вот, проблемы с Сайленсом вообще нет у Тайтхантера, то есть, его бьют в замесе. Так или иначе, его сложно не бить, потому что в большинстве случаев у команд есть АОЕ. И просто любой Сайленс Тайтхантер себя диспелит, дает тебе реведж, и ты начинаешь плакать, потому что вся твоя команда умирает. Это очень неприятно. Но, видимо, знает об этом команда Альтернатив, именно поэтому Тайтхантера они забирают ферст пиком. Радиент Тайтхантера Бан Интересно, зачем они банят Зевса? Скорее всего, попросту пик у них будет не самый плотный. То есть, вот Венжифл Спирит это вообще не плотный герой, мало ХП всю игру будет. И, в принципе, если Зевс берет какой-нибудь Аганим Рефрешер, то практически 90% вероятности, что Венга вообще ничего не будет делать в замесе, она будет просто умирать с двух ульт. То есть, ни свапов, ничего не будет. Поэтому решила команда Альтернатив забанить Зевса первыми банами, ну и посмотрим, что будет дальше. Меня больше всего напрягает пик Виспа. Ну, Висперс пик, причем без продолжения. И после этого Тим Альтернатив сразу банит Тинни, потому что Тинни это самый популярный на данный момент пик под Виспа. Однако, не будем забывать, что последние патчи у нас, значит, очень сильно апнули Хаус Найта, особенно его ульту. То есть, сейчас посмотрим, заберут они Хаус, либо это опять будет пустой Висп. Ну, кстати говоря, я недавно смотрел... Ну, как пустой Висп? Висп под многих героев очень хорошо вписывается. Нет, просто я тут недавно смотрел и комментировал игру с Dota Asia Championship, где на Виспе играл товарищ Супер. Он, по факту, он был под всех своих героев. И под Миндера, и под Керри, и под разных. Радиент Тим Пик. Бросит лайф перезапустить. Попробуем и перезапустить, значит, лайф, если действительно какой-то звон. Посмотрим, если это нам поможет. Никакой дроп, никакого дропа. Нет, дропа никакого. Итак, мы вернулись. Отпишите, ребят, в чате, пропал ли звон, потому что кто-то нам посоветовал перезапустить стрим. Это наш техник, который сейчас и смотрит. Мы его, значит, перезапустили, так что скажите, есть ли какая-то проблема со звуком. Да, мы вас читаем. Так, ну смотрим. Радиент Тим Пик. Попикуем, Бристельбек Пак. Ну, Бристельбек под Виспа, в принципе, неплохо заходит. Он очень быстро бегает сам по себе. Неплохо замедляет, очень плотный герой. Под Виспом так это вообще неубиваемая машина. И забанили они Слардара. Это один из немногих героев, который доставляет много хлопот Бристельбеку. Потому что Бристельбек без армора, он даже с помощью пассивки не может заблочить достаточное количество урона. Ну вот интересно, что будет делать Тим Альтернатив с этим Бристельбеком. Тем более, Абадон. Да. Вопрос, такой огромный вопрос, прям данный знак, вопрос, наверное, сейчас светится. Для чего был пикнут Абадон в данной ситуации? Ну, я подозреваю, что Абадон был пикнут ради того, чтобы допикать какого-нибудь очень ватного героя, который будет просто залетать и вносить DPS под этим Абадоном. Я подозреваю, что какой-нибудь Фантом Ассасин, который забанили. Ну, возможно, это будет Сларк или какой-нибудь Вивер. В принципе, неплохо заходит. Также, они могут пойти в какой-нибудь Дабл Хард с этим Абадоном, потому что в Харде этот Абадон шороху очень много наводит с сильным каким-нибудь героем. А Тайтхантера, допустим, поставить в мид. В принципе, практика такая в доте есть. Знают ли об этом наши ребята? Посмотрим. Конечно, я не знаю, только они привыкли свои пап-пики брать. На самом деле нет, они привыкли пикать стандартных героев, а своего ничего продумать не могут. В этом проблема большинство начинающих команд. Ну, как бы очень тяжело, я вот лично по себе знаю, очень тяжело пикать что-то новое. Особенно, когда тебя выносят, допустим, твоим пиком. И это не потому, что он плохой, потому что вот в этой игре что-то не задалось, допустим. А ты вот расстраиваешься, перестаешь как бы думать, пытаешься слизывать у про команд. А вот, допустим, MVP Phoenix на Starlight играли последние два дня. Они просто в каждой игре практически брали Варлока, которого практически никто не берет и не банят. И извините меня, они выиграли очень много топовых европейских команд этим Варлоком. Причем они не просто выиграли, они разносили их. То есть, Варлок собирал Мидас Аганим Рефрешер и, в принципе, это было ГГВП. Ничего не могли сделать против четырех Големов, столько диффузов не соберешь. По-моему, Team Empire пробовали пикать... Нет, вру, Power Rangers пробовали пикать Диракоптера против этих Варлоков. Ну, потому что единственный, пожалуй, герой, который может неплохо справляться. Как с Големов, так и с вами Варлоков. Да, но... Не факт, не факт, что это не помогло. Мне кажется, что у команды, которая называлась в доте Выска Драгонс, на самом деле мы не будем рабами, вот у них, мне кажется, антимаг был ошибочный бан. Ну, потому что антимаг реально как-то не сильно заходит под этот пик. То есть здесь даже больше, мне кажется, здесь больше какой-то если и керри будет, то есть Абаддон как суппорт с Венглс. Я подозреваю, что будет это какой-то вивер. А мне кажется, это герой коптер. Герой коптер? Да, кстати, очень хороший будет ауэр. В чем Абаддон в таком случае? Потому что вивер под Абаддоном это шороху очень много наводит, он забегает просто в тебя, он начинает тебя бить, взрывается щиток, в крайнем случае у него есть ульта, также Абаддон его хилит, вайпер все это делает, что же дальше? Ну, что гадать, что гадать, скорее всего у команды есть какая-то заготовочка, и они уже знают кого-нибудь пикать. Спектр у нас берут Выска Драгонс. А вот, кстати, вот по мобильности... Неплохой пик, неплохой. Вот, кстати, мне он нравится очень. Вот я не знаю, как ты, я буду... Не знаю, я топить не буду, я как непредвятый... Нет, я тоже непредвятый отношусь к этим командам, особенно считаю, что я большинство игроков не знаю абсолютно, мне сложно сказать. Так, я чуть нифига не знаю, у нас работает теперь? Работает, работает. А, да, он все заработал. То есть... Вернулся. Да. Фреймы идут, 30 фпс, все как надо. И это Темплар Ассасин. Темплар Ассасин... Если она идет, конечно, в мид против Пака, в принципе, это неплохой герой. Потому что одну-две тычки Пакс ловят, так чисто случайно, и будут большие проблемы у Пака. Ну, типичный кабанчик. Я люблю, кстати, смотреть на шмотки больше всего в играх. Мне все равно, как игра идет. Ну, это тебе по наследству от Каспера, наверное, досталось. Да, да, да. Нет, и по наследству от Вилата. Это я первый, вот, про здешних птичек. Вот тут Белочка бегает, там змейка. Как бы Каспер научил Вилата все это, смотри. А вот здесь, кстати, лягушечка, я знаю, где там тут бегает. Где-то там лягушечка существует, да, на максимальных настройках. А вот, смотри, Белочка, Белочка бежит на миде. Ой. Ладно, на Белочку, потом у нас такая будет Белочка. Да, потом. Значит, Вайпер у нас покупает себе стики, скорее всего... Да, 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 карты не должны быть. Да, чтобы игрокам... Потому что дилей проставим всего на минуту. Тим Радиент у нас пытается... Добла? Добла? Не знаю, не знаю. Скорее всего, Трипла в хард. Почему-то мне так кажется, потому что Тайт Хантер, у нас идёт... Минута. Минута на стриме и две минуты на дота. Маус. Проблема ума... Маус. 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 Маиза. Шутит игроки, шутит. О, кстати, висп у нас невидимый. Да, невидимый висп. Когда на паузе ты на этого виспа не смотришь, и он пропадает с карты, остается одна лишь тень. Читерский герой, читерский. Вальф, фиксит, плиз. Проблемы с Маусом у нас, значит, были решены. Ну, кстати говоря, вот у команды, 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 которые альтернатив, да, вот у них в харду вот триплой пойти очень лучше, то есть у них агрессивный как раз. Ну, у них агрессивный вайпер, которого мало чем пробить. Они вынесут триплой у чужой. Но на самом деле у них трипла такая полусаевовая. Пробивать у них будет один лишь вайка. Так, стычка. Смотрим. Так, у виспа большие проблемы у нас. И Фердлад. Мы не пропустили Фердлад! Мы не пропустили Фердлад! Мы уже круче, чем Вилат, чтобы вы знали. Мы типичные американские стримеры, которые Фердлад никогда не пропускают. Посмотрим на статистику, хотя на нее толк смотреть-то. Ну, кстати, какая-то хоть плюс-то есть, то есть в ХП, ну в Галде небольшой. Так. Дизруктор. Ребят, в чат отпишите, у всех проблемы со звуком есть или у каких-то отдельных людей? Потому что это важно. Ну, Темплар Ассасин у нас стоит в миде. Так, а где Трипла? Так, я тут... А, они с вапом слинили! Все! Я повтыкал как раз этот момент. Так, вот и есть. Ну, на самом деле, не сильно мне нравится Трипла УСК Дрэгонс. Я думаю, у всех. Потому что, как бы, Спектра, она особо ничем не дамажит, кроме руки. И один Висп, так еще и Тайтхантера, как бы, убивать очень тяжело милишной Спектрой. То есть, даже если они его умудрятся... Ага, ты смотришь на Делтейт. Да, они тоже решили свапнуть. То есть... Не хотят они, чтобы Спектра формировала, вероятно. Получил по лицу. На полвкруг направо съел. Да. Дисраптор первого левела, конечно, не похарасит ничего пока что. Но это пока что. Выключи микрофон. И вообще на него забить. Я не знаю. Давай попробуем сейчас сделать. Пока поводи... Мышка, я пока попробую технический момент уладить. Кое-какое. Так. Сейчас есть у нас проблем либо нет. То есть микрофон один вакцинули. Ребята, отпишите. Чем быстрее, тем лучше. Нормально? Нет. Микрофон я перел... Перелоткнул. В слой, который... Ну, а я знаю, потому что я выключил. Меньше звук. Нет. Пауза наставится опять. Ну, а потому что я джек вытащил. Нет. Тогда я сейчас переключаю на тот микрофон, который в ноуте встроенный. Будет тут такой эхо стоять. Нет. Встроенный микрофон это плохая. Нет. Он нормально, просто там эхо идет не очень. Опять проблема с книжкой. А? Да. Это один микрофон. Ай. Это один микрофон. Ай. Ну, сейчас. Смотри. Ну, вот попробовали мы решить проблему с микрофоном. Нет. Какое-то решение. А у меня не реально смешно. Может, из-за того, что джеки эти. Это я это сегодня привез. Точнее, я еще не притащил. Нормально пошел? Ну, даже я слышу вот этот вот звук. Да, я слышу, я слышу и так. Не очень приятно. Вот такой, да, нужно? Он в нем делал? Может быть, и в нем делал. А есть запасной? Так. Раздвоение обычно, да? Ну, это и на два, что в микрофон. Я просто не знаю. Не знаю. Наверное, музик. Спасибо. Смотрите, чтобы какой-то игрок не мог разжить. Так. На тебе этот микрофон. То есть, замени себя. А я пойду возьму себе какой-то другой. Давай. Отжимается у нас пауза. Там задержка. Нет. Ты что, дурачок что ли? Какая задержка? Есть у меня сейчас звук? Тайдхантер. Тайдхантер. Тайдхантер у нас не сильно агрессирует. Хотя, в принципе, мог бы под Абадончиком зайти пару раз, скрутануть третий каст. Опять ставится пауза у нас. Что ж такое? Тут уже пауза ставится не из-за того, что у кого-то проблемы с компьютером, а уже проблемы с мышками. Да что ж такое? У нас начнется когда-нибудь хоть нормальный турнир в чем-нибудь? Может быть, мышки стоит напрямую включать? Нормально уже? Я не знаю, что я пошевелил, я просто включил свои SteelSeries Elite, которые... Может, проблема с этим микрофоном? Нет, с ними все хорошо, я их тестировал прекрасно. Тестировал. Рабочее состояние нехорошее. Не знаю, какие проблемы, у меня все хорошо. Я живу, работаю. Да, не думал, что я все-таки буду в своих элитах-то сидеть. Ну, они удобные, в принципе, это ничего страшного. Я в них люблю только сидеть, играть. Висп у нас купил себе стики. Ну, это хорошая идея, потому что себе он зальет эти 10 стиков, а союзник он зальет целых 20. Все правильно делает. Есть у нас смог у Disruptor. Я, правда, не сильно понимаю, зачем ему этот смог, потому что, ну, какая-то не очень у нас дабла саппортов гангующих. Не представляю, как висп вообще полетит гангой. То есть, сейчас шум. Что теперь за шум, ребята? Гоу-гоу пишут у нас игроки. Вайпер тут тоже со стиками стоит, но это правильно, потому что Бритстребек постоянно накидывает вторым костом. И решил он замаксить даже треть, чтобы Вайпер не так сильно его пробивал. Ну, конечно, неприятно. Как всегда, милишникам стоять против вот такого вот... Я... ...смешен. ...смешен. Я... ...смешен. ...смешен. Лоуз, но не так. Продолжение следует... 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 Маус с перебоями Смотрите, что делает у нас Темплорасасин Во-первых, она собирает ПТН Не все, значит, у нас Собирают ПТН от Темплорасасин Особенно в папе Есть определенный план у этого человека на игру Возможно, очень хороший план Ну, пока сейчас особо проблем нету Потому что не в кулдау Жрет Я думаю, он уйдет без проблем Тут у нас Бенжи Блспирит, значит, стакает Ну, скорее всего, стаки эти пойдут Тайтхантеру, конечно Который немножечко сейчас отстал По денюжке Но вот пару раз подойдет, крутанет Глядишь, арканчики уже будут Потом еще пара стака, еще пару раз крутанет Будет Даггер А Тайтхантер с Даггером и с арканами Это, в принципе, уже на все 60 минут хватит Чисто теоретически А потом у него будут появляться мейки Рефрешеры Какие-нибудь, я не знаю, прост арморы И так далее и тому подобное И уже будет очень неприятно против него играть Потому что я уже говорил, что я считаю этот герой вообще очень сильным Дэмпларочка, в принципе, тоже была пикнута очень неплохо Очень много дэмэджа она будет наносить по этой игре Посмотрим, через что будет играть данный игрок Ио или Айоп Будет он брать Даггер или же Яшу Или же вообще пойдет в барабаны Посмотрим Наверху у нас вайпер собирает меку Но это, в принципе, полный стандарт Все вайперы в основном собирают меку Бывают, конечно, частные случаи, когда вайперу нужен жесткий дэмэдж Когда он должен по дымашке ему собирать какие-то лотары, монты, медаса Полностью в дэмэджа пройдет на вайпере Дэмэдж будет такой большой достаточно Но это не тот случай Тут вайперы у нас были через меку Для своей команды в замесе А под Абадоном это вообще очень много отхила Правда, вот не совсем я понимаю, зачем Абадон прокачал вот эту вот штучку Потому что особо бить он никого тут не может Да и зачем ему кого-то бить Стоит вверх, издалека вешает щитки Но, есть, наверное, какой-то план Обратим внимание, сколько у него там гусиков Неплохо, неплохо Его еще кто-то запулил, этих гусиков Пак только что купил себе ботинок Пятая минута В ларочке в данный момент уже есть ПТ Вместо этого ботинка Телефорт 150 галты Ну, то есть, кривса-то мы видим, почему такое происходит, конечно же Проблема до сих пор с мышкой у игроков команды WSK Dragons или у одного игрока, скорее всего Вот этого, я надеюсь, эта проблема решена Решена? Все, я решил, все Он как батя придет, все сделает Проблема решена Батя пришел, порядок навел Ушел, удавал Смотрим Папа Так, сейв ТП у нас Могут быть проблемы Ну, посмотрите, у нас Тэмпларочка просто ничего не боится Ах, не хватило ей одного удара Обидно, обидно Ушел там на 15 хп у нас буквально баг Ну, сейчас Тэмпларочка, я думаю, возьмет Друну На шестой минуте и проблем у нее не будет Будет она продолжать стоять в миде, фармить флипчиков Она себе несет в Рублинг Дайвер? Нет, она несет в себе Пауэр Трэц А Блин, я уже просто смотрю Да Мало денег Ну, куда пропали Мы уже тут думали, что же она будет Да, я сделал от этого Будет ли она собирать у нас Нет, у меня больше не Дайдер, или Яшу, или Брабан А сделайте ли с микрофоном продукт обычный, который вы делаете? Ну, блин, я даже выдвинулся подрубать Да ладно, уже решили сделать Вроде ребята на стриме говорят, что не плохо Пускай думают, что все на тусовке Ну, просто это такое Ну, что делать? Что делать? Будем сейчас орать Надо будет решать эту проблему просто В будущем Я приведу с собой микшер 100 голды у нас Так, у нас Templar Assassin все-таки убила этого бака И поставила паузу Так, потому что у нас Абадон стропает этот Абадон Абадон, ребят, ну это совсем не очень круто Длоги Почему у тебя звука нет, ребят? Я не знаю, почему у вас звука нету Не, микрофон у нас работает, звук должен быть Вон, видимо, да, у меня все хорошо Ну все Загрузи, попробуй стрим, если делать Или просто включи, там, наверное, у тебя есть Где выключить звук, либо на компьютер, либо на твиче Самая обычная ошибка У меня ничего не работает, вы все плохие А, у меня звук не работает Да нет, я не думаю, что Как бы Там мнение, что все плохие Вот, смотрим, что у нас есть у Вайпера Надо подозревать, что у него уже все, что нужно есть Так и есть все Вайпер у нас шестая минута мека Очень хороший тайминг В принципе, конечно, Вайперу некому тут помешать Очень сильный герой Безумно сильный Но есть у Вайпера, конечно, одна проблема Не в каждой лейт игре этот Вайпер полезен Поначалу, конечно, это безумная машина-убийца Неубиваемая, непробиваемая Негангабельная практически Потому что вот эта штука очень хорошо работает Очень хорошо замедляет соперника Который пытается хоть что-то сделать Пак у нас даже ставил ультимейт Чтобы спастись Одном Пларочке Ну, это Пларочке все равно Ну, это Пларочке свое мнение Насчет ультимейта Пака И, как бы, вы понимаете, да, что произошло В стике По этому Пларочке это правильно Можно даже сказать по гайдику Особенно против такого пика Где есть бристильбэк Это вообще бесконечный источник мана И ХП Кстати, стики очень хорошо решают замесы Пларочке главное даже не ХП И главное Мана Потому что за Ману она купит себе вот такую штуку А вот эта штука Рефракшн, так называется Да, 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 рефракшн Как бы проблем вообще не должно быть А вот Спектра у нас решила купить ПТ Не очень, я понимаю Скорее всего, просто хочет быть пожирнее Спектра Но как же будет убивать? Неужели бристильбэк Которого все очень-очень плохо? Посмотрим Вайпер стоит себе Формит Ой, вайпер у нас решил даже второй каст себе Макси Блайзер, я тебе хочу посоветовать Сейчас я тебя прерву Иди в ближайший Макдональдс Там интернет получше Чисто совет На самом деле В мире Точнее нечасто я вижу Замакшенный второй каст на вайпере Какая-то у него Кастомная Значит, кастомный билд у него Спеллбилд Но Пока это работает Это приносит ему топовый крипстат Это приносит ему такую раннюю меку Поэтому я не думаю, что могут быть претензии Этот вайпер просто сейчас вывезет себе левел Самый высокий в игре И в принципе проблем не будет Давайте посмотрим, что у нас там по графикам По графикам F1 F1 и F2 Значит, вот Так, подождите, драка у нас есть Вот такая вот драка Да, у нас есть Прилетел в Тайдхантер Немножко до шестого левела Увы Ну смотри, что делать вайпер Вот Вот вайпер Вайпер дает Замакшенным вторым своим спеллом Все Две тысячки минус саппорт Грубо говоря, конечно И вот А он не дабол, что? Что делает Виск? Что делает Виск? Что? Виск немного недоумевает Над тем, как он только что был убит Он, наверное, не ожидал такого демо Нет Он просто не оттоп в аду Он, наверное, думал А, все, противники ушли Я пойду, отдохну Вайпер просто вообще не чувствует Покажите, соперника Да и в принципе, что ему чувствовать Мимо у нас кидает Деревокон спектра Ну, этот замес мог закончиться Слишком печально И был бы у Тайдхантера шестой левел Но шестого левела у него на тот момент не было Поэтому Размен был один в три Хорошо Я не скажу, что это было Закончим игру Откнем мы обзорную камеру Да, хотим показать нашим зрителям Вообще, что у нас творится на игровой площадке Обязательно покажем Ну, это пока первая игра Так сказать, пилотная Есть какие-то проблемы со звуком Надеюсь, потом мы будем это все решать Ну, я вообще думаю, что мы решили Пиле опять спектру Ну, совсем неприятно Просто пришел Мне кажется, уже тут на дизморале Уже команда войска драйвера Может быть, даже не на дизморале Ну, просто вот такой вот вайпер Ну, что ему сделать? Я не знаю, что ему Твое мнение в данной игре Вот, что может ему в данный момент помешать? Ему сейчас помешать? Я не знаю, что может Ему могут помешать пять игроков, если он стоит один Да, 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 да То есть, его вот, соблюдают Товарищ венк, которого даже выспутнет Если начнут его убить, да? Его Абадон так же Да, все мы понимаем, что есть еще и Абадон Который не даст вайперам просто так умереть То есть, вот два суппорта, которые его охраняют Как, я не знаю, как целохранители у Путина А теперь просто есть еще такая вот А есть темпларка, которая на миде стоит одна Фарминг Ну, пока денюшек у нее, конечно Или, подождите, что-то летит темпларочке Неужиг Все-таки это будет Яша Это прямо 6К ММР гайд Правда, там ММР, точнее, гайд на соло игру Рассчитан, что твои союзники дауны Не рассчитывай на них А может, он решил то же самое? Нет, нет, нет Нет, я имею в виду, что его союзники недавно Просто его союзники сами по себе где-то катаются А он как-то соло-гей А он, да, он в соло Такой Я поеду соло, вы там... Если он очень в себе уверен, почему нет? Нет, смотри То есть, у их команд все хорошо То есть, по игре они лидируют Очень хорошо То есть, а почему вы не принимаете такую стратегию? То есть, вы четвером идите кайфуйте А я один И пойдут заходить с двух лайнов И просто разносить бараки в эскадранс То есть, все Я не знаю, что сейчас войска нужно делать Им нужно искать этих героев, убивать Ну, как это делать? Ну, собственно, я не представляю Просто сейчас команда Alternative, она очень хорошо играет Они собрались все вместе Смотри, как они коммуникают по карте Только недавно они забирали на боте вышку Они забрали вышку, решили, что нам мешает пойти собирать вышку Дальше собрались они в четвером У них есть мека У них есть много минус армора У них есть замедление И даже есть один станчик И, в принципе, вот, что делает команда ВСК Дрэгонс Стоит и смотрит, как просто убирают лидовара Ну, вот, они пытаются собраться Может быть, вот, если пак поставит хорошую лиду Может, что-то получится Давайте смотреть А, в Дистраптер нет ульты В Дистраптер нет ульты Вот, как сейчас, как плохо для них То есть, нет шестого левела у Дистраптера Вот, чтобы, если бы была ульта у Дистраптера Еще бы можно было как-нибудь что-нибудь делать А, кстати, вот этот... Почти дайгер Почти дайгер И он уже сревелит То есть, шестой левел Так, поставил у нас по культу Будут сейчас пытаться с кадриком что-то делать Будут что-то все получили мимо Ультует спектра Так, смотрим Ну, то есть, ультует спектра И, собственно, как будто она и не ультовала Просто лишний кузал Ну, да, вилки Собирает он Блэйд Мэйл, я думаю Не медаль, ты же, правильно? Ну, Блэйд Мэйл, в принципе, возможно Я не знаю Одно из немногих средств, которые хоть что-то Ну, да Потому что Радианс, он ей не выформить В этой игре Стоит просто герой Он вот так вот на тебя бежит Ты не можешь развернуться и что-то ему сделать Потому что он тебе якорь по башке, да? Ты покочешь скрипам, да Якорь по башке Все А вот здесь, да... Времени, если Блэйт Тернити просто бежит вперед И просто решил убить Да, минус бак Бак, да Сейчас у нас норм еще спектра Вот, но бристельбэк минус Нет, пока не минус бектра Ну, рано или поздно это случится Нет, все-таки убежал спектра Потому что Бристельбэк впрягся Ну, то есть он жирный Раз минус армор Да Два минус армор Все Бристельбэк, у которого всего-то 6 арморчика Просто у него армор уходит в отриксательный Пассивочек у него еще не замакшенное ХП у него там всего 800-900 максимум Ну, то есть он свое отжил Для вайбера это пару ударов, вот честно Буду говорить Тем временем, в Тайтхантер 150 голды до дайвера Это, в принципе, вот эти вот ребята еще одни Нет, вот с этим Ну, или даже вот это вот Нет, нет, он сейчас у них запаршит, все у него до дайвера Но 150 голды за них не дадут Не дадут 150 голды Ну, хотя на Тикой, в принципе, дайвер, арканы есть Они сейчас в толсту пойдут в пятером Скорее всего заберут Рошан, что они решают Что он не взял рону-то? Или решил он все-таки оставить для более важной Ну, я не думаю, что он ее просто видел, если честно У них варм, знаете? Я понимаю, но он не смотрел туда, скорее всего Ну, у него есть стаггер, в принципе Вот и дайвер заветный И вот, обратите внимание, покупается дайвер Он даже не смотрит, ну, забивает на всех этих лепорт Давай включим на творт, посмотрим вообще на творт Да, смотрим, значит, у нас Ну, уже все, к восьмерке уходит Комментарий, как бы это даже не восьмерка, это уже девят Десяточка, десяточек у нас по голде Ну, в Экспе стоит, значит, драмп у нас проходил Смотри просто на творт Вот и вот он, рероч Что делает? Подошел в минус 3, минус 4 Типально Если честно, я уже понимаю, что здесь бестов 1 Нет, если бы это была бестов 3 какая-то игра, да, или бестов 2 Здесь уже можно было бы обозначить эту возможность Было бы уже изначально написать игру и подумать на другой игре Но здесь просто нету права Я думаю, что сейчас попросту Team Alternative будет забирать у нас высшую чеку Они не будут отдавать После этого они возможности Либо заберут Рошана, либо заберут вторую высшую Потом заберут Рошана А почему просто не пойти на... А почему просто счастье с этими играми? Ну, потому что, типа, сейвплей Потому что на хайграунде у СК Дрэгонс есть хоть какой-то шанс подраться Удольтой тестераптер, который, правда, в кулдауне Удольтой пак и, там, зацепить под Т3 и сделай хоть что-то Так, они думают все-таки пойти куда? Ну, все-таки, ребята... Ну, все, правильно Ну, Рошана, минус армора достаточно Кстати, а мы промейковали, кстати, пак То есть они прочитали игру, то есть они, вот Ну, в принципе, прочитать нечем тогда у СК Дрэгонс А, кстати, да, я сейчас тут проварку заметил Да Ну, вот просто, вы видите, как быстро падает Рошан Ребята, даже если захотят, они просто не добегут Тем более, у них нету... То есть это Фри Рошан и просто зацепить Их на землю Разумеется Пойдут ли они на базу хилиться или просто урной? Да, урной Да нет Хаста у темпларочки, сейчас она столько шороху будет на землю Просто даже в манту выходит темплар осасер В принципе, манта для нее не самая, как бы, лучшая фанта А тут, ну, в этом пике, ну, тут уже все равно Нет, а я так понял, наверное, просто они сейчас собираются разложиться на этих героев И очень быстренько снести базу противника Да, потому что тушить особо нечем, бить мышки, просто есть рука, да? Мне больше всего нравится NotWars Три героя Alternative, то есть доминируют, они против всегда всложить Один герой, это как четыре героя соперника, если не больше Кстати, да Ну, вот, тим Альтернити у нас, точнее, тим ВСК Дрэгонс выбирает правильную Они решают драться на хайгранске, потому что Т2 это абсолютно ничего не спасет И абсолютно никак Падает Быстро падает Так, вот, смотрите, ну, это что? Он просто бежит один в пятерых и... Вы понимаете, что у него фул хп Он просто сбежал один в пятерых, его никто не смог не цепануть, ничего А дальше, если бы спанули, но упал бы Айенис, и после этого... А, к этому же моменту... Ну, 10 секунд, что-то Нет, смотри Если бы даже упал бы, что? Вышка уже упала, а там уже практически... Да Ну вот, мы видим, ребята, ждут... Ждут следующие пачки крипов, они ждут, потому что они ждут... Ну вот Просто со следующей пачкой крипов они заходят на хайграунд Ну и я... От этой драки может зависеть точно Да, я предрекаю, что это либо последняя драка в игре, либо решающая Смогут ли войска дрэгон сделать что-то? Комбэк Для них нужна вот эту драку очень хорошая В теории, у них вероятность победы есть еще Все возможно, не такие комбэки сделали Но вот забегает вайфер, драфтер минус Успел он поставить тиммейк, но... Минус 3 Минус 4 Ага Испиритро Испиритро Все КГВП КГВП Заслуженная победа Тимм Атернетев Хорошо сыграли, хорошо пикнули Абадон... Я даже не знаю... Он просто как бы был особо даже не нужен Потому что там был вайфер, там был вайфер Это вот достаточно Тайданка потребует чек Здесь хорошая игра, хорошо сыгранная И Тим Атернетев проходит дальше по другим сеткам И так, я с вами ненадолго прощаюсь